И третье место это правильно подобранный способ, там побольше, поменьше, вот, а это все ближе там, это все просто. Дело в том, что 17 декабря, я каждый год, у меня будет концерт под названием первых с них нового сезона, каждый год, вот, в конце года, я набираюсь наглости и пытаюсь собрать, использовать все свои возможности, как сейчас говорят, по рекламе, вот, взять какой-нибудь большой зал, вот, в этот раз будет декам моих, на улице Дубасиковской, военные, а не на Дубасиковской любят пить, понимаете? Твердые там сюда, вот, Дубасиковской дом 8 будет концерт, горнолыжный, первый сникнового сезона, вот, я стараюсь собрать все, все, кого могу, в зале, там, хорошая акустика, там, хорошая аппаратура, вот, и, вот, в этом году специально Лужков, чтобы меньше народ туда пришел, он специально перекопал, а не грозди, в рекламское шоссе, вот, то есть, тебе туда попасть можно так, не просто туда попасть. Ну, я извиняюсь, конечно, человек в форме флотовника не должен петь стиль эрегги, он должен, ну, он расширенный концерт. Еще, новая песня, которая появилась совсем недавно, ну, дети, они все время все неправильно делают, мы сами, когда были детьми, делали все неправильно, родители ругались, нас, я помню, все время стригли, а мы все время пытались волосы себе отпустить. И широкие штаммы, чтобы я взял, плев, плев, что-то, 75-й, 76-й год, да, и, вот, я, значит, дочка слушает, ну, это, не идет что-то, не идет, ну, раз слышу что-то интересное, значит, мужчина поет, плющит, плющит, тащит, тащит, такая песня у нее, там, про что я не помню, там, ну, не про наркотики. Вот, и, ну, вообще, творчество, это тоже одно из того, творчество, это подслушанное у кого-то, значит, твоя собственная версия того, что ты подслушал, вот, только у очень таких больших людей, типа Макратни, там, Ветховена, у них что-то совсем свое, вот, а так, в основном, это все, вот, как мне кажется, это такой внегрет из кусочков мелодий, ажиазных людей, ну, и вот, получилось у меня что-то, я сейчас вам покажу тоже. Горная лыжа, это комплекс мероприятий, когда человек за свои деньги забирается на страшную высоту, покупает дорогущие оборудования и пытается сломать себе ноги. Ты понимаешь, Коля, ведь я до пяти лета, меня осеняет школа, настроены на это, морские пирожаны, тепло, светло, красиво, горяченькие пляжи, холодненькое пиво, е! Ну вот, однажды в свету, любившись не по плану, я пометел последний своей прекрасной дамы, и подобравшись в люди, забыл про лет на море, пришел себе калюня, уже на круг озоре. Плющи, плющи, о, как меня плющи, тащи, тащи, о, как меня тащи, плющи, 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 то, как меня плющи, тащи, тащи, е! А там такое стало, а там такое было, что все, что порубало, всему я зарубило, всему я разрубило. Все то, что было летом, с ними, наверное, красиво, так чисто и конкретно. А там все в ингобезах, а там все в инфуковках, и на подъем их грезут, и весело, и ловко. Там плоты, жизни, куча, движений настоящих. Там мне реально плючит, там мне реально тащит, плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, тащит, о, как меня тащит, плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, о, как меня тащит. Она в нами висит солнце, она в нами летит ветер, и кустального дня донца отовсюду в тебе светят. Плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит, о, как меня тащит, плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит, Пускай останется пробки, пускай останется кризис А мы тут все обдока, цветы как телевизор Веселье без кончины, прикольно и красиво Людмейные птичины и шаслыки и пиво Эй, пристегните меня, кто вижу Эй, привяжите меня к лавкам Там светлит солнцем мячий кружи Там облако, пельсик, мочалка И все окон карманы, девчонки и мальчишки И все покорновали, кормы и фильтрышку Там четверг, как победа, на скупе сёй морю Там Соломоны, Хэлли, Карлайя, Сеньори Плющик, плющик, кто как меня плющик Тащи, тащи, кто как меня тащит Плющик, плющик, то, молку не твое, да Тащи, тащи, кто как меня тащит На коже так же свете, меня реализуя Деда, мамочи, дети, мы его програмизуем И понимаешь, школя, ведь я любитель лета Меня сильная и школа, но в земле не нравится Плющик, плющик, кто как меня плющик Тащи, тащи, кто как меня тащит Плющик, плющик, кто как ты сейчас Николай, сейчас на Рапскане нам идет Ты что и слушать военные пешки классиками А тут попса, гнузная попса Ну ладно, еще пять минут, я решил Так ты же на 19.30 забыл? Да, правильно Тащи, тебе еще час Еще, мне еще, пять минут, до начала Еще пять минут, я еще вас заколюбаю Сейчас, давай, своим творчеством Замечательно Вот тут то же самое, значит Ничего, вам не скучно? Уже завтра Хорошо, спасибо Да я планирую, рассказываю Очень, очень, очень Ночь, кладбище, тишина Из могилы влезает покойник Подходит к кресту и начинает его крутить Тяжелый покойник, старенький Тяжелый покойник, крутит Час, два И соседний могилы покойника Брат, ты что делаешь? Брат, понимаешь, никак ПРТ поймать не могу Замечательно Я не думаю, что вы Я прочитал бы это Больше всего мне нравятся вот эти Вот анекдоты про Украину Почему-то Я там жил 8 лет в Крыму Ассот Терравист Маленький украинский городок Лесополоса Кукурузное поле Кукурузным полем летает кукурузник И опыляет это поле А высотополосе два кума пьют гориллу куку Кум смотрит Кукурузник летит туда Летит сюда Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр И врезается в ближайшую пятиэтажку Врезается, висит 20 секунд Потом крыло оплавляется Паляет А тут вырезает пьяный пилот Бросает на полу горячую шапку и уходит Кумы Ну шо, бачу? Бачу Ну шо? А шо? Яка дэнжава, такие теракты Ребята, это же кто-то сочиняется, понимаете? Большое ему спасибо за дадим Потом еще вот этот мне понравился Огрессор Идет мужчина Висит большой оранжевый плакат Юшенко Так Мужчина смотрит и говорит Да Игореша Ты понимаешь, что первый раз вижу, чтобы в слове Поц было сделано три ошибки Ну ладно Я не экскредитировал Сейчас Новый год наступает Новый год, я решил, что надо нам Мы же Вот гений, да Я хочу быть как гений Надо писать каждый раз У меня не было что-нибудь В прошлом году мы писали прикольный Такой стих с Катей вместе Про мышку, про домового Ну хорошо получилось Вот сейчас тоже Я думаю, что надо что-то написать Начал писать, получилась целая куча всего И я хочу вам показать Самое достойное Потому что получилось Самое новое, но плохо И я вообще по жизни У меня в этом году Я посчитал, Николай Ильич 35 лет этой самой деятельности Представляешь, что ужас какой Можно было праздник какой-нибудь придумать Да, и я думал Я рокер Мы же, меня отец военный Мы там в городках играли Особенно там А там самоцвет Ну, что-то Папс Фигня какая-то Вот И вот сейчас время поменялось В области одежды Круто очень смотрится Военная форма Особенно Когда весь город в пирсингах У женщин, ну, девушек, извините У женщин, вонарь У девушек Эти трусы торчат У них вот здесь вот шаны А тут все Нижнее белье наружу Вот Прокол-то все Это все И все на этой штуке И все стоят Это уже не интересно А вот интересно Да, форме, да? Ну да И я думал, что мы там против А тут сейчас из меня полезло Сейчас я вас пою Новогодняя песня Сколько было различных животных В нашей общей веселой судьбе Босиком и в ботинках болотных Пробегали по мне и тебе Кабаны, обезьяны и тигры Раздирали, кусали и жгли Все свои развеселые игры У нас играли, как только могли А в год быка А в год быка Принет успех наверняка Давали в жизни огонька Нам этот самый год быка А в год быка А в год быка Удача будет вновь в руках Браков оставить в дураках Нас этот самый год быка Нам в России грустить не пристал Я вам громко, ребята, скажу Сколько раз нас доскалы браковые Красава, бытия ежедневная, живут Люди, кошки, коровы и змеи Пусть бывало порой нелегко Мы из кризиса выйти сумеем Вместе с нашим любимым быком А в год быка А в год быка Принет успех наверняка Давали в жизни огонька Нам этот самый год быка А в год быка А в год быка Ты на левый полный стакан Пусть не дрожит твоя рука Нам этот самый год быка А в год быка А в год быка Удача будет вновь в руках Браков оставить в дураках Нам этот самый год быка А в год быка А в год быка Нальют по полной молока Пусть не дрожит твоя рука Нам этот самый год быка Ну что, товарищи, вот как вы считаете? Это можно петь приютно? Хорошо Можно, да Женщины, казалось, не галачь Самый главный Нельзя сейчас Самый главный Женщины, конечно Ну, собственно говоря, вот он скрупило Дорогие товарищи, поздравляем с наступающим Я всегда поздравляю с Новым годом Потому что мы, видимо, не увидимся До Нового года, к сожалению Наши замечательные хозяева Сказали, что я хотел на январь запланировать Но они сказали, что только февраль будет Дата И, к сожалению, не могу назвать точное число Но я думаю, что мы, где-то по 23 февраля Придумаем это Или как? Или после? Ну, лучше по 23 февраля Потому что перед февралью, 23 февраля У нас будет ел 3 Пошли Ну, да Ну, вот так Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом Нам этот Новый год принес новую забаву Которая называется кризис Вот Так, если посмотреть на нее Ретроспективным взглядом То мы, по-моему, жили Постоянно в этих условиях Когда мы все время кризисы были какие-то То есть только назывался это по-другому Вот А сейчас Вот Серьезно, значит Очень хорошо Да Значит А сейчас то, что сейчас с нами происходит Это нормальное состояние Мы природили Вот Сухбай там Немножко подробно Как говорил товарищ Таревердив Корен Как у Павча Таревердива Ужас Таревердива Я забыл, как зовут, папа Микоэлович Калю Микоэлович И я говорю, смотрю через телек А там покажут американский спецназ У них там палатка Коврик там Всякие фигни И немножко патронов У нас на дороге Ну вот столько патронов Ну вот столько еды Ну и нормально Ну и хорошо Да Значит Хочу вам пожелать Душевного спокойствия Все остальное Мы Семья с вами сделаем И А это дело Невозможно Никакими деньгами выкупить И невозможно Ни подарить Ни отдать Оно прилетит И все И в самом плохом Самочувствии В самое тяжелое Состояние Финансов Ты ходишь И улыбаешься Тебе весело Вот И наоборот Вот поэтому Братцы хорошего вам настроения В следующем году Все остальное Как-нибудь мы сделаем Вот И такая песня В новогоднем Я себе сам написал И я вам хочу Пожелать В новогоднем Не тулевши От дольного воздуха Не желая накликать беду Только знаю Не будет мне В этом новом Идущем году Будет время Плеваться заботами Не по очереди А гурьбой Подари мне Делами Замутанному Хоть на каплю Остаться собой Хоть на каплю Остаться собой Не дари мне В Астоне Пенящие Кипяченые Грюс Молоко Помоги Пережить Настоящее Чтобы завтра Потрогать рукой Если можешь Парану я бы думал Что в их празднику Половать глаз Подарите мне Подарите мне день Не линованный И хотя бы Один только час И хотя бы Один только час В небе Стянутом Серыми тучами Голубую полоску Зарею Обдари мне Надежду На лучшие Утро Краешек Мне Подари Ни везение Чахлое Деревце Ни победу В жестокой Войне Повод Мне Подари Чтоб Надеяться Относящийся Только Ко мне Относящийся Только Ко мне Не Вздуревший От Дурного Воздуха Нежелая На калинках В беду Только Знаю Не будет Мне Роздыху В этом Новом Идущем Году Будет Время Приматься Заботами Не Помочь Идти Огурьбой Подари мне Делание Замотанному Хоть на каплю Остаться Собой Хоть на каплю Остаться Собой Хоть на каплю Остаться Собой Дорогие друзья Жизнь Это Такая Замечательная Субстанция В которой Главные Слова И душа И я Горжусь Что сегодня Вот Есть у нас У меня и друг Которого Завод Сергеевна Владиславович Козлов Аплодисменты Вот Аплодисменты Применяется Значит Я жил Какое Часто 5 ноября 90 лет Дора 5 ноября этого года Исполнен с 90 лет Главному Развителю управления Генерального штаба Вот И Была Выпущена Несколько Настоящих наград Вот И в том числе Была Выпущена Медаль Ветерану Спецназа Гору Вот Которая Вместе с удостоверением Товарищи Я хочу вручить Сейчас Майору Козлову Сергею Владиславовичу Который Избил Первый Караван В 173-ем Успоении Правильно я говорю Серёж Вот Значит Такая Медаль Медаль по-моему хорошая Ветеран Спецназа Гору Сергей Козлов Подписал это дело Значит Заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Генерал лейтенант Измой Аплодисмент 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 Мы с ним познакомились на 80 лет, да? Мы познакомились на 80 лет, это замечательная организация, и было такое ощущение, что мы с ним учились вместе, и вообще прожили всю жизнь вместе, потому что говорим одними словами, оперировали одними терминами, вот, и, в общем, да. Дымит забитый караван, ствол остывает, перегретый, лежит вокруг страна Афган, в которой, блин, сплошное лето, а за кого он гудит броня? Забрать на базу результаты, и так что славно у меня, и целых все мои ребята, вот история, в общем, не сложная, есть идея и есть результат, в жизни нет ничего невозможного, если правильно все рассчитать. Сюжет был грустным у кино, смотреть не хочется, но надо, в зеленке возле ледино, колонна наша и сосад, Афган, да вот наоборот, афган, да вот наоборот, их пули на моем металле, да спас дороги поворот, и результатом мы не стали. Вот история тоже не сложная, их идея, да мой результат, пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все рассчитать. На стойке офиса в пыли играет солнце отражение, и вентилятор шевелит. Бумажки, лопастей движением, я покулю и помолчу, и жизнь идет, и я не старый, и память снова подлечу. А результат у Кандагара, где история вышла несложная, и идея, и был результат. Жаль, что мирная жизнь невозможная, невозможно на все просчитать. Жаль, что мирная жизнь слишком сложная, слишком сложно мне все сосчитать. Дымит запитый караван, сюжет по грустному тяну, на стойке офиса в пыли. Дорогие друзья, вот среди нас есть замечательный человек, непонятный для меня совершенно, вот Юрий такой наш, который, повинуясь непонятным для меня тоже побуждением, записывает все это хозяйство. Вот, я надеюсь, что, может, ему для оперативной работы это надо, и хорошо. И хорошо, потому что вот музей Маяковского, он находится, сами видите, да, вот комитет, и дом музея. Да, и, ну, боюсь, чтобы он, наверное, еще, так сказать, работал, выполнял задания всякие, разовые, деньги ввозил, сети, чтобы, товарища Троцкого там доставили. Ну, неважно, неважно это все. Важно, что Маяковский это великий поэт, который писал великие стихи, вот, и, да. Ну, и вот, я почему-то про Юра начал говорить, про Юрия, извините. Вот, он попросил какие-то песни спеть, чтобы, значит, записать это все. Естественно, когда приходит человек с камеры, наставляет на меня камеру, я сразу, значит, таю, чувствую себя этим, как, нет, не физик, он глухой оказывается. Ну, в общем, я тебя, я себя чем-то чувствую другим совсем. Вот, я, естественно, хочу как-то отреагировать на то, что человек меня записывает, вот, и... Куда-то. Куда-то, да. Значит, на пленку. Я хочу попеть песни, которые, вот, надеюсь, вы их не совсем у него доели, их не каждый день по телевизору крутят, и по радио. А через день, а через день, да. Ну, знаете, третья песня, я ее хочу все-таки как третий тост спеть. Хочу помянуть наших сил, которые на нас сейчас смотрят. Вот, сейчас тяжелое время в вооруженных силах. Тяжелое, потому что мы в непонятном состоянии находимся. Нам сказали, что нас всех уволят. Ну, ну, и буквально. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Покортия каменный ран, и будут награды сиять, и волосы наши седые. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Третья песня, третий тост за наших ушедших, за тех, кто были, есть и будет, пока мы будем о них помнить. Сударя на форме зашелы дырки, И снова суроный приказ За Родину волей поведет. Но все же наступит пора, Фу, нашкин там без козырки. Однажды, когда и мы все, Мы к ним непременно придем. Однажды, когда и мы все, Мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны. Моя камуфляжная форма, кудрявый подарок любые, пятницкой порядка с тусконков и розовых и голубых, щелечет на веточках птички, не знавшие вкуса сачка, и палец ласкает привычный изгиб спускового крючка. Словами сейчас не поможешь приличные правды сыскать, и лучше ли без молодежи в воздушно-десантных войсках, кто хочет не плакать в сортире, а так как положено жить, и место в спортзале, и в те, и в армии, чтобы служить. Конечно, случаются раны преминно-малинной езде, и бродят быки, и бараны в армии, как и везде. Но знаете, сестры и братцы, на небе, земля и в воде, с собой, человеком остаться, в дело настоящих людей. Можно за баксы купить идея, можно утур, кто берет свой живот, только не купишь, чтобы стояло, тот, кто не служит, тот не живет. Автобиск Не боящийся того, что эти птицы будут собраны руками других русских людей, которые то отвертку в гусье забудут, то что-нибудь там с двигателем нахимичат, что он откажет на взлете. А они летают, летают себе и летают. Получается здорово. Пусть баксы заколачивает кто-то, за курсами стремится поспешать, а мы с тобой учим самолеты взлетать, садиться, думать и дышать. А нам с тобой назначено судьбой, на другое с утра и до темна, держать руками небо голубое, которое доступно только нам. А нам с тобой секрет, конечно, верно, чтобы выковали наши мужики. Все завтрашние в воздухе победы, сегодняшним всем бедам вопреки. Конечно, не легко бывало, братцы, мыслить различной прочей чепухи. Ведь никакому мерзу не угнаться за нашим Микояном и Сухим. Далеко за морями известно, в каждых крыльях российских звучит. Это наше приволжское место, где от неба куются ключи. Это наше приволжское место, где от неба куются ключи. А нам с тобой одно, товарищ, нужно, чтобы завтра, как и в прочие годах, Ковалось наше русское оружие, заморского острея, как всегда. Конечно, что-то хуже, что-то лучше, но чтоб шагалось, не впивая шаг. Ты просто, брат, вложи в работу душу, не победила русская душа. Далеко за морями известно, в каждых крыльях российских звучит. Это наше приволжское место, где от неба куются ключи. Это наше приволжское место, где от неба куются ключи. Я вспомнил еще историю из жизни летчиков. Французский летчик садится в камин на миража, а там иголку заходят. Садится. А-а-а, караул! Прибегает 20 техников, стремя, достает летчика, вызывает медицину, смазывает ему там все йодом и отправляет его отдыхать. Американец садится на иголку, тоже, свой F-15, раздается сразу сирена, прилетает вертолет, чинук, подхватывает его, перевозит сразу, взимоплатит страховку, семью отправляет на Гавайи и так далее. Советский летчик садится в Кабинске 29-го, на Шило, которое я забыл, держится. Встает Шило, говорит, ну, наверное, так и надо. Вставляет Шило, садится на него, взлетает впереди, дополняет мою задачу. Спасибо, Юра, за то, что вы написали эти песни. Я вспомнил, тут есть очень такие песни, которые я с трепетом вспоминаю. Я начал такой разговор о нашей сегодняшней с предбрусья, и вот в 93-м году мы там познакомились с двумя замечательными мужчинами военными. Один был Старлей, его звали Сашка, второй был Коля, капитан. Старлей командовал ротой разведки в обычной дивизии, вот, и он вводился в Баку. То есть, когда он видел каких-то людей кавказской национальности, он начал оплатить. Зачем он поехал в Пелегрусье, потому что там же все люди кавказской национальности. Непонятно. Вот, у него, у них там, ну, это были замечательные, настоящие военные, у них деньги получились на третий день. Вот, мы всей группой всегда им деньги, они потом позвонили, значит, они зачем-то взяли, позвонили девушкам своим, они из Минска приехали. Девушки взяли и приехали. Вот, и у них там, ну, опять, мы еще раз собрали деньги. Вот, потом у нас был замечательный похож гостиницы, там, турбастерского. Мы пошли в Этко, который три километра вниз по дороге, а высота большая, бежать вверх неудобно. Ну и, в общем, сидим мы, значит, заходим в огромный зал. Я, еще один мужчина, Сашка, тройник был, и восемь девушек. Девушки, естественно, там нарисовали себе лицо, все красиво. И по диагонали, за районный стол, 50 местных, в разный день рождения. Вот, то есть я сразу напрягся и подумал, что бежать в гору будет очень тяжело. Вот, и нам сегодня точно здесь на поле, блин, стучат. Вот, и дальше, значит, я сел в главе стола, значит, изобразил в себя амбала. Вот, а девушки, они, ну, а что, они там щебечут, выберут, кусок-кусок. В этом сидит Сашка. И Сашку я рассказывал про то, как они ввалились в Баку, что у него возле борота сраженного бойцов загасили. Потом они поехали, сели на броню, поехали. И вот еще попало в БМП, значит, в борт ему врезало БТР-60, этих самых местных. Вот, две пули попало в механика, а он остался живой. Ну и так далее, в таком же духе. Вот, и вот мы так посидели часа полтора, значит, тут музыка стала играть, люди появились. Ну и, значит, девушка меня пригласила на танец, а я дурак пошел. Дальше я, значит, с девушкой танцую, вот так стол стоит и наблюдаю, как... А Сашка уже к этому времени уже поддал хорошо. Наблюдаю, как к Сашке подходит огромный черный местный, у которого волосы у него росли на пазах черные, огромные, мохнатые такие. И так вот его... собирались его обнимать. Дальше я, значит, закрыл глаза, потому что в этот момент мы, значит, медленный танец танцевали. Мы повернулись, я повернулся к ним спиной. Но вот сейчас будут ужасные удары, значит, звон разбиваемые посуды. И дальше мы побежим все-таки, вот эти три километра вверх. Дальше мы взвернулись на 180 градусов. И я увидел, что Сашка с местным уже упивает сам местный. Вот. Потом оказалось, что Сашка, значит, принимал участие в первенстве СССР по копашному бою какому-то. И он занял четвертое место, а местное заняло шестое. В своей весовой категории нашли слово «такой», а этот был «такой». И, значит, Сашка его не запомнил, а тот его запомнил. И вот он его видел, прибежал там, пристал. Брата цей и сестреца, и, в общем, слава богу. И, в общем, никуда мы не бежали, нас отвезли на машину. И вот после этой замечательной поездки появилась вот эта песня, которую сейчас я хочу вспомнить. Песня о вооруженных силах СССР. 91, 92, 93 год. Перестройка. Замечательная. Формула была. Формула ВДВ плюс ВТА равняется Советской власти Закавказья. В нутной воде Заблудиться так просто Между течений стремительных город, А на плечах поконы и звезды, А эти люди ведь той же народ. И невозможно приказа нарушить, И не нарушить приказа нельзя. Господи Боже, спаси мою душу, Мне отведи от прицела в глазах. Кровь пацанов там, где кровь лейтенанта, Злобы слепой, ненавидящий взгляд. Жизнь, как мундир, По краям самым кантом. Ты человек, но ведь ты и солдат. Мир хрустальный бокал, Кем-то брошенный от пол. Что ни склеить уже, Ни сложить, ни забрать. Я, наверно, устал, Ставни плотно захлопну. Пусть идет без меня Злая эта игра. Слепо-корявый двадцатого года, Выбравшим рельсы военной судьбы. Теми, кто слева и предан и продан, Теми, кто справа о смен забыт. Скрыться, засесть за забором бутылок, Чтобы не видеть, чтобы не замечать. Только внезапно ударить в затылок С хужестью фабул тогда и сейчас. Господа, господа, Что же с нами-то будет? Все уходит в песок, Вера, жизнь не вода. Нам беда, не беда, Пусть Господь не осудит, Были в совести честь. Господа, господа, Степанакет и Бакуиц хинвали, Буквы простые, без жалостных фраз. Время до жизни мы не выбирали, Время приказом назначало нас. Красный ли флаг, Красно-белый и синий, Как далеко бы судьба не вела, Только бы крепко стояла Россия, Только бы Родина наша была. Господа, господа, Что же с нами-то будет? Все уходит в песок, Вера, жизнь не вода. Нам беда, не беда, Пусть Господь не осудит, Были в совести честь, Господа, господа, Были в совести честь, Господа, господа. Беда, не беда, не беда, Не беда, не беда, не беда, Но и сразу тоже вот песня, которую спасибо Егор исполнил, Тоже из того же самого времени, Когда лейтенанты решали вопросы, Которые не могут решить государственные чиновники. Ну, господа, да господа, Ничуть не лучше, чем товарищи, Вокруг в которой раз беда, Пожар, заряд взрывы и пожарища. В козлах-палитиках опять, Дуй с гоном никак не сходится, А нас это разгребать, Уж это и испоконтакт водится. Великий вождь очередной Не самодал по пьяни спритвы, И началось тут, боже мой, Что страшно в сне потом не выдумать, А дальше боевой приказ, Слова Родины, служение, И все надеются на нас, Но не стрелят на пораженье. Что жизнь чужая, словно гость, Теперь политикам уродинам, Забил, забил, все вкреп, все в кость, Не виновата в этом Родина, Не виноват твой глупый дед, Сгоревший сорок третьем в танке. Что заменяет белый свет, Кредитный счет в валютном банке, Дай Бог терпенья нам и сил, И рветить целыми и сбой, И милостыну не просить, И не краснеть перед собой, И не краснеть перед собой, Но, господа, так господа. Ну, вот еще одна песня тяжелая, Я только спою все-таки, Потому что песня получилась хорошая, Ее нужно петь, конечно, не одному, Ее нужно петь с симфоническим оркестром, Потому что так получилось, что я много читал о наших сокращениях различных, Мы постоянно что-то сокращали, Причем сокращали себе, в основном, в ущерб, И особенно то, что сейчас происходило... Ну, ладно, не будем, просто песни, поем песню. В мутанной вагде... Наши праки по шивому перелезаны, Как записана в статьях на кавалок, Наши птицы стали грудами железными, На траву стекает масляная кровь, Через страки прорастают одуванчики, И холодные стволы зачихлены, По полям мишеной бродят лисы зайчики, Выше здесь трава и больше тишины. Твоя доблесть полустертыми окопами Осыпается в далекой стороне, Во чужой дама своей земле закопана, Кто в Анголе, кто в Афгане, кто в Чечне, А живущие все менее гнушаются, По законам по чужим на свете жить, То с братвою на богатство покушается, То богатство от бандитов сторожит, И глядит на нас Господь, То с надеждой, то с тоской, Твоей шалостью груди, Погоди, не уходи, Ты ведь верил, ты ведь мог, Ты ведь знал, где честь, где долг, Ты ведь знал, кто друг, кто враг, Как же так, ну как же так, Кровы твои ржавеют без движения, И порезаны на вилтит она жизнь, А вернулась по местам всем поражением, По чужим законам начатая жизнь. Эта жизнь и святая, и убогая, Не желающая никого жалеть, Ни долгам, ни долгам ужасно строгая, Кому пулю, кому воду, кому плеть, И глядит на нас Господь, То с надеждой, то с тоской, Твоей шалостью груди, Ты ведь был непобедим, Ты ведь верил, ты ведь мог, Ты ведь знал, где чёрт, где Бог, Ты ведь знал, кто друг, кто враг, Как же так, ну как же так. Наши птицы по живому перерезаны, Как записана в статьях договоров, Наши крылья стали грудами железными, На траву стекает масляная кровь. Поднимись, браток, разгринь руками горести, Рано нас в потери вписывать с тобой, Мы лечимы, мы лечим с тобой побоемся, За семью своей, С лихой своей судьбой, Мы лечимы, мы лечим с тобой побоемся, За детей своим, с лихой своей судьбой, И глядит на нас Господь, То с надеждой, то с тоской, То с жалостью груди, Погоди, не уходи, Ты ведь верил, ты ведь мог, Ты ведь знал, где честь гнидок, Ты ведь знал, кто друг, кто враг, Как же так? Ну как же так? Ну как же так? Спасибо, любите тяжелую песню, Я ее, когда пою, волнуюсь. Да, ну, Я главный деталет БТ-эра, Я основная часть подводной лодки, Где-то песня вообще-то, По-моему, неправный ход называется, да? Я главный деталет БТ-эра, Я основная часть подводной лодки, Необходимый агрегат ракеты, И самолета главный элемент, А также я приставка для лопаты, Саперный шпиковой, ну и самковый, И кисти по поверхности водитель, И тряпки тоже только помогают. А также я объект для воспитания, А также воспитатель сам, конечно, И фактор человеческий важнейший, Ну и кобзон, когда сцен в бою, А также я начинка для мундива, А лодка для сапог или ботинок, И автомат для отдавания чести, И место в трехширеночном строю. А вот пойдем, извините, Ну вот и вся военная карьера, Плюс пламя отпускаем море водки, Что основа адекватного ответа, Что мы дадим врагам в один момент. А вот пойдем сейчас и перекулем, И кислородом через фильтр подышим, Пока начальство водную рождает, Чтоб мозг нам окончательно свихнуть. Мы к всему готовы, что ты, Шурик, Пусть у кого-то там поедет крыша, Ведь нам одно единственное надо Под галстуком рубашку застегнуть. И мы с тобой супеем все, конечно, И будем по любой команде к месту, От граждания тайных состояний До содержания мусорных куч бочков. И нас тупик ни разу не поставят Начальники свои враги чужие, Поскольку мы заранее готовы К тому, что быть не может никогда. К тому, что быть не может никогда. К тому, что быть не может никогда. Я нашел еще несколько замечательных песен, которые, к счастью, не пил. Но институт прапорщиков – это удивительная вещь. Я не знаю, как будет наша армия без них жить. Потому что это человек, это люди, в которых сплавляется ум, честь, совесть, вера, надежда, любовь, И практика, и теория, и в результате получается правильным вообще. Вот то, на что ситуация тянет, так вот он ее и разрешит. Я думаю, вот здесь такая песня получилась. Ох, какой пропорюга! Шустро тащит мешок, где-то стырил ворюга, и ему хорошо. Он на мирных рассветах не болел никогда, и ни совести нету, у него ни стыда. Его толстые губы от восторга свистят, его редкие зубы чем-то мерзкие хрустят. Там, где был жир пусто, там богатство капут, и от радости груст его слюни текут. Там уж больше не ведом куст пшеной, он продал одеяло и две бочки гранат, Чтоб его же распала капричья жена. Плачьте, мама и папа, плачь, начальник-отец, Звони, славно я, прапор, он позорит подлец. А враги-то не дремлют, их видать хорошо, Нашей родиной землю и вот этот мешок. Все узнали пострелы, масса флака цены, Что у нас ослабела оборона страны. И теперь они знают, что без всякой байды Можно с этого краю нам ударить под дых. И сказать нам угрюма, хенде-хох вашу мать, И правительство с думой нафиг беречь врач. Расфигачить на доски все на их родах, Пьянные березки на дрова распродать, Разобраться спасибо уток и лебедей, Нефтих разную рыбу и родных медведей. Прапор это ведь знамя, я скажу без бурди, Наблюдают за нами отовсюду враги. Если сильно захочешь стыречкой продать, Брат, ты тащи это ночью, чтобы враг не видал. Аплодисменты Да, ну... Ну, извините, вот эта ужасная песня получилась. Одна моя песня. Любовь-любовь, двои такие у них слова, Заполонили сердце до краев, Садилось солнце, шли дома коровы, И волновалась молодая кровь, И стели лужи, зацветала репа, И в огороде рылись чередии, И в душе растаябшую крепость Квата в дальность, хоть оковы твои льди, Пастух Арон Молдейстович Севухин Наигрывал на дудочке бедлов, И ковыряя монтировки в ухе, И с ним в сердце пелотворных седоров, И все вокруг любовью дышала, Любая тварь, ленья и срак, И нежнотой эфира арошала, Жадовала ухо-нюхо сраку. У на ума, Цветы-цветы, Ма-на-на-на, Каты-каты, Любовь-любовь, Хвощи-брущи, Морковь-экоррот, Вещи-свещи. Я хочу все-таки спеть для наших замечательных женщин, которые терпят вот мои эти самые экзорсиции. Потому что, конечно, в жизни нормального российского мужчины главный человек это его близкая, близкая женщина, это человек, который знает, что он хочет, что он не хочет, который терпит его. И, знаете, по большому счету, ради вас мы и живем, собственно говоря. Вот вы и есть та самая Родина, неведомая, которые так, ну, вы нам говорили на политзанятиях. Я пришел к выводу, что именно наша женщина российская и есть та самая Родина, таинственная. Я все время что-то ей должен, которая все время мне недовольна, которая все время знает, сколько я должен денег получать, где я должен тапки свои ставить, и все такое. Это вы, дорогие наши женщины. Я говорю совершенно без всякой иронии. Потому что сам мужчина – существо одноклеточное, простое, как палка, без нуля. И все зависит от того, куда этот самый ноль будет приставить. Либо с правой стороны – получится 10, либо с левой – получится 0,1. И я хочу спеть песню, которая была написана зимним мартом 1982 года. По указанию начальника подразделения, который повелел мне написать в 8 марта поздравление для наших женщин. Сам я под мужчиной хоростой. Но, поскольку мама у меня тоже жена военного, то есть все вот эти радости, мы проходили. Когда папа родни защищает круглыми сутками, или откапывает замерзший теплопровод, чтобы часть не замерзла, или разбирается, значит, с ледовым уклонением, который из караула с двумя магазинами боевых батронов убежал в росток, прибежал в батуми, или еще делает такие-нибудь замечательные вещи, которые, значит, требуют его присутствия. Распитывают детей, убирают квартиру, делают мелкий-средний группный ремонт, разбираются с соседними и соседками, учат чужих детей и так далее, и так далее. Это наша замечательная мама. Живущих мелко, бестолково и не строго. Все в течении привыкших Больше быть Нас любят женщин И, братцы, слава Богу, Что кто-то есть, Кому нас хочется любить. Как редко радуют Чем-нибудь хорошим Мы наших ангелов небесных, Наших жен Они живут В воспоминаниями о прошлом Муж слишком силь Настоящий окруженный Он задоропится, Спешит куда-то вечером. И если есть, конечно, Бог, Так пусть раздаст Как у вас не гаснет Эта тоненькая свечка Любви и веры В непутёмных Жутко нас Как часто мы Её всё Горьба В пламя По настроения Плохого В полосе Как часто Дни мы Зажигались сами Под злыми ветрами Украснувшись совсем Заботы важные Наслажды А комнатами Сделая доброй Гранью Покров Мы вновь Потерянные силы Притали Под ваши Тёплые Внимательные Укоры Наши Коварные И Выстрелы Шагные Самих Себя Мы с вами Сможем Превозмочь Спасибо Женщинам Спасибо Вам Родные Спасибо Мать Жена Сестра Подруга Дочь Живущих Мелко Без того И не строго Все По течению Привыкших Больше Пусть Нас любят Женщины И Братцы Слава Богу Что кто-то есть Кому нас хочется Любить Что кто-то есть Кому нас хочется Любить Что кто-то есть А кому нас хочется Любить Любить Штука Правда Жизнь Ну Вот С Годами Реже Но Сильней Куда От этого Деваться И Каждый Следующий Раз Брести Толмазом Впереди Наверное В сорок лет В дней В два раза Более чем Двадцать С поднебесной Пшиной На землю Черного Грани Здравствуй Здравствуй Девочка Моя Здравствуй Здравствуй Светлое Мое Существо Ветерок Осеннего Сада Сада Тёмной Души Моё Тихо Шаркой Ногами Шагай Чутко Шорохи Ночные Лавы Здравствуй Девочка Моя Дорогая Я Тебя Наверное Все Люблю Запах Лета Над осенней Водой С незнакомым Прилечая Ветерком Здравствуй Деревце Мое Молодое Что Под пальцами Догнется Легко Там На веточках Упрудь И Почти И Кусты Уплоды И Руки И Ставит Весёлый От Многоточий После Каждой После Каждой Строки Путь Единственный Теперь Только Лечный Просто Имя Мне Своё Назови Я Гореньким Стаю Человечком Перед Космосом Открытые Руки И Рассвет И Начинать Мне Снова Здравствуй Девочка Моя Здравствуй Радость Здравствуй Светлая Моё Существо Ветерок В окне Осеннего сада Сада Тёмного Души Моё Тихо Шарко Я Ногами Шагай Чутко Жорохи Ночные Ловлю Здравствуй Девочка Моя Дорогая Я тебя Наверное Всё же Люблю Я тебя Наверное Всё же Я тебя Люблю Я тебя Наверное Всё же Люблю Редактор субтитров Мы Поделись В В Новый год, неотративно приближающийся к нам, сегодня напомнил о себе вот таким замечательным снегом, и я хочу еще одну песню спеть, не по теме нашего сегодняшнего вечера, хотя, наверное, батальонная разведка, это такая, знаете, это, наверное, название прекрасной великой песни, ставшей символом нашей современной армии, в которой вся наша жизнь, вот это все батальонная разведка, все, что мы делаем, это и есть, наверное, батальонная разведка, вот, когда люди могут остаться живы, могут, нет. Мне вот 21 ноября 2001 года возле дома дали, когда он поговорил трубой, и я случайно остался жив. В общем, то, что происходит каждый день, видимо, с сотнями, может быть, с тысячами москвичей, вот, и после этого, значит, события, смотришь на жизнь уже как-то совсем по-другому, вот, перегрузок на Бога, все раны. Ушел из жизни человек недавно, вот, руководитель Ильи имени Почкалова, который никогда не быстро не ездил на своей машине, я ехал на Волде, говорят, что это самая безопасная из российской техники для великовых автомобилей, вот, и вот, и мне повезло, вместе с женой, да. Ну, мое выделение подходит к концу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так меня внимательно слушали, очень хорошо, и хочу сказать, что, значит, в январе у нас концерта не будет, наша украинская разведка, но МАСК мы будем делать ее в феврале. Дату мы сейчас еще не знаем, поскольку для этой игры нужно много всяких, и самое главное, будет национальный бест, так называемый, первый год, вот, ну, я надеюсь, что мы будем эту, значит, серию продолжать. Вот, сейчас я хочу спеть крайнюю песню с моим отделением. У нас первый год, да, Николай? Давай сделаем первый. У нас еще один, у нас следующий есть, да. Идеи. Да, будет дни на ваших океанах, Да будет свет на ваших калах, Да растворятся хладные туманы, И встретит в нас середняя земля. Да будет мир и праздник в доме вашем, И свежий ветер в ваших поросах, И до краев всегда налиха чаша, И только в ваше время на часах. А вашим птицам вниз не опускаться, А ваших стрел не тратить на пустяк, Да добрых снам и снится избываться, Да будет так, да будет так. И пусть покой сойдет на нашу пристань, И я поверну, друзья, от вас в минуту. Да будет так, и ныне же и пристань, И все двенадцать месяцев в году. И все двенадцать месяцев в году, И все двенадцать месяцев в году. На-на-на-на-на-на-на Снова у вас.